доброго здоровья и все же еще раз о прививках да уж поделитесь деталями как правильно привить и не изрезать себе пальцы по вашему совету привал как можно ниже когда угодящим подобие при этом домашний опыт делать ровные срезы не подходит поскольку толщина подвоя 35 сантиметров и они сильно изгибается если придерживаться жестко закончить режется пальцы мало того привыкла к уссурийской груши осложняется тем что она еще слабо держится корнями в земле это почему если выросла то держится если выросла из косточки годом-двумя раньше нужно придерживать землю нужна третья рука как вы а вот так же этот вот честно говорю есть такой анекдот сидит компания мужиков пьют 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 одна жена одного из них ходит кругами нервы мотает потом значит не выдержит говорит ах налейте мне и налили стакан она выпила выплюнула как купить эту гадость а вот таким учимся вот так вот мне конкретного совета нет есть у меня как специальные диски все разжёвано например диск номер 9 диск номер 13 вот посмотрели может быть чем-то они помогут но вот так вот взять на пальцах объяснить что вот как вот быть я не добраться не смогу вот пальцы я резалка не без этого ко всему надо привыкнуть как вы хотели вот получается если толщина подой 3 5 миллиметров смотрите это даже тоньше великолепный подой великолепный вот можно делать привык улучшенной капулировкой вот и если дать до 5 сантиметров даже не надо не делать привык купить вращивку вот сейчас я больше ничего объяснить не могу представляете я сейчас возьму нож у меня есть ножи или чтобы показывать на своем пальце нереально значит и есть вариант такой на следующем вебинаре показать хотя бы принципиальные установки прививка поиской прививка самый хотя бы принципиально это еще могу потому что время привык подошло и в принципе такого планах не было у меня просто лишь раз напомнили и так гражданин соловьев из города твили давайте мы с вами подождем следующий вебинар только мне не забыть хотя бы принципиально покажу как что используя готовые фотографии так вращеп внутри 5 миллиметров вполне это даже скорее надо бы лучшим капулировка но вращеп тоже можно третья рука не нужна если приваешь мысленно не спешишь больше практики на ее прутиков 100 срезов каждый день пока рука не станет не напрягаться правильно виталий совершенно согласен я тоже так начинал теперь так не забывайте вот когда мысль не спешишь и бывает какие-то задержки что надо чтобы среза вот сделал срез и сразу взял этот зерно шмакнул воду из средств смочил потом делаешь уже в руках средства на черенке на прямое раз только готов и сразу воду и теперь уже можно не спеша там дальше вот это очень важно так посмотрите youtube канале юрий латинков про зимнюю прививку последнего видео там он демонстрировал как на более толстый как на более толстые подали в общем понятно да и вот этот я вам сразу скажу искать сайт очень легко вот это мой старинный друг вот это выглядит вот так смотреть вот это вот вот это вот мой сайт смотрите смотрим вот он уже упоминает с латинков видеть вот для меня он тут почетный гость и хозяин вот он смотрите заходите но это легко заходите на мой сайт более популярный более звезд и сразу переходите к нему вот он красавец жалко скоропостижная смерть такой псевдер что в этом райском саду некому работать понятно да это если хотите с его методикой понятно да это если хотите с его методикой изучиться и научиться и может быть и моей для этого надо чтобы дождаться следующего вебинара так смотрим дальше александр выборг природе 7 упал на землю лежит до всхода не меняя положение во время сертификации мы постоянно крутим их не может ли это привести к тому что полное сердце растет винтом и наружу не знаю не знаю вот узлом и узлом это может быть просто биополия земли этому способствует узлом и винтом это даже где-то так растут обычно многие патогенные зоны просто поражается как сейчас перекоса бочит но не гпз за накажем в саду александр у меня нет ответа на этот вопрос вот здесь что такое может быть здесь ваша фотография все посмотрим о его есть это груша них это нормально он какие они груши вредные это груша вас нет вот есть это груша так идем дальше сюда попал как по-другому вылазить а вот так нормальные такие тоже если не слабо на должны быть и сильные ровнее но мы об этом это уже с александром говорим а не сифор так первый раз вижу что ли такое это фамилия не фамилия добрый день советует на ю тубе умельцы что если на месте прививки наплыв надо якобы сделать бороздование корей он исчезнет это ложь или правда это правда исчезнет только не наплыв исчезнет а саженец исчезнет и все профессор вот так вот ни в коем случае не делайте этого я делал я такой же был как все так выбор есть и ровная путь и нашел архива уже больше чего вы к это здорово что вас очень такой о все-таки груши все-таки вот они дикари на на сеять она никакие уголки никого не дадут подойти даже зайцев так отлично как мне нравится такие все это мне нравится так идем дальше значит ровные тоже есть камал здравствуйте валерий вы ответили в гостевую книгу что черный рак лечить не надо типа это грибы они приносят пользу это значение зараза для скоростей деревьев как утверждает над и на отростки их можно привать но не зараза это это нет поймите правильно уже устал объяснять сам гриб он есть мертвую ткань дерево он не опасен мертвая ткань на дереве появляется не потому что и грибы жрали там зубами или чем а потому что они изначально больны это это повторяю это южане которые постепенно погибают на севере это там у которых отрезана якобы ненужные ветки вот это те которые подверглись морозу и мороз на этих южан нападает тоже ну куда ты денешься даже есть морозы а есть аномальные морозы вот начинает сдавать это самое начинает сдавать дерево то есть на нем появляется мертвые клетки и эти мертвые клетки грибы живут и по поливать не в этим самым я такими как там не поливать им все равно все равно то они не прот этого дерева не вылечить вот это самое страшное отравить почву да а отравить почву добить дерево почва и дерево или симбионты почва всей своей красе она насыщена жизнью прямо пропитана а представляете яд рано или поздно хоть полевая листья на которых там тоже парша все равно попадет почву рано или поздно а вот этого никто не хочет понять и не не понимает это понимаете это мое мировое открытие когда-то вы будете гордиться потому что почти все моложе меня и и говорит ну надо же мы были в истоков откровения как бы самое важное открытие в истории садоводства принципе включая дарвину включая мичурину включая всех всех вот просто до этого ну так бывает настолько очевидно что черный рак грызет что никто поверить не может что на самом деле не грызет а вот тут немножко вот смотрите не заразные как утверждает и на отростки их можно привать значит если вы видите дерево поражено раком но больно за его привать не надо если на дереве которое заражено раком вы найдете чистую веточку чистую и без рака ну допустим просто последнего года вот а он еще ушли дерево умирает они сразу все можно взять ветку на прививку вот так я отвечаю на ваш вопрос но смотрители интересного уходят новом есть хоть один у меня одиномышник грибы не приносят пользу если они попадают на поврежденную реберку ткань ну все разошлись мы рисом николаевича разошлись жалко вот тут-то и главная польза есть и дело уничтожить на твичину иначе жизнь на земле прекратится грибы полезно там где это вы продолжаю ваше предложение грибы полезно там где должны быть кормильцами дерево то есть вы разделили гриб который растет пофе с грибом который растет на дереве а я не разделяю грибы создают всегда с деревом кормят соскальные деревья кормят само дерево здесь вы абсолютно право стопроцентно а вот здесь мы разошлись вот здесь мы разошлись сожалению одинаково гриб где бы ни жил на дереве на листиках на штамбе на ветках на почве они одинаково приносят пользу так ну это уже само собой подосины подосины так тещин язык растет на зубах на зубах опять-то растут на поврежденных деревьях и уже пнях естественно где же пока дерево ценность чтобы им это листа грибы это свой мир и больше виду чем ликопитающих тоже верно жаль мы главным не сошлись грибы на дереве также полезно